99,9% вашего восприятия жизни основано на том, что вы укоренили в своем разуме. Доктор Кэролайн Лифф, патолог коммуникации, когнитивный нейробиолог, библейский и научный эксперт по мышлению. Вы носите багаж в своем мозге, вы носите с собой события прошлого, слова, когда-то сказанные вам людьми. С большим энтузиазмом ее вновь и вновь приглашали на программу «Славцы Господа». Это мозг Норы, потому что он розовый. Мы решили не приносить, а он не слишком большой. На самом деле, ваш мозг размером с два кулака. Ее дар помочь вам осознать связь между вашим мышлением и вашим телом. Прямо сейчас, слушая все, мы совершаем 400 миллиардов действий в секунду. Мы производим в своем мозге белки, которые сохраняют информацию. Более 20 лет она изучает науку мыслей и раскрывает тайны мозга. Мы держим эту боль внутри себя, а это физическая материя, это реальная вещь. У вашего мозга огромный, нераскрытый потенциал. Когда мой разум в хаосе и замешательстве, я встраиваю эту физическую структуру своего мозга и своего тела. Освободитесь от ограничений мышления, найдите данный Богом дар. Эти мысли вновь влияют на ваш разум, потому что построенные мысли хранятся в подсознании. Она открывает связь между наукой о мозге и вашими эмоциями и вашим интеллектом. Постравматический стресс, волнение, депрессия и прочее. Все это проявление вот этого. Теперь в своей собственной программе она покажет, как контролировать свои мысли. Добро пожаловать на программу «Включите свой мозг» с доктором Кэролайн Лив. Какие мысли тяготят вас сегодня? Может быть, вы волнуетесь за ребенка или за больного человека? Вам поставили смертельный диагноз или у вас финансовые проблемы? Вы чувствуете себя подавленным и бессильным? Бог говорит возлагать все свои заботы на Него. И я считаю, что мы идем по жизни со множеством ненужного багажа, токсичных мыслей, которые мы сами выстроили. Мы тянем их за собой. То, что хранится в нашем разуме, сильно влияет на наше функционирование. Исследования показали, что модели поведения взрослого закладываются в детстве. А то, как мы будем вести себя в будущем, зависит от сегодняшнего дня. Наука открывает очень интересные вещи. Наш разум делится на сознательный и подсознательный. Сознательный работает, когда вы бодрствуете. Он чуть медленнее подсознательного. Подсознательный работает 24 часа в сутки. Именно там хранятся все мысли, все хорошие деревья, весь ваш багаж. Из науки нам известно, что подсознание управляет сознанием. Поэтому подсознание наполнено багажом, и оно влияет на ваше восприятие и поведение в жизни. Нам нужно следить, каким багажом наполнен наш разум. Нам нужно следовать по велению Бога, который говорит, «Все заботы свои возложите на меня». Иакова 1, 21 говорит, что насаждаемое слово спасет ваши души. Вы — это дух, душа и тело. Ваш дух — это настоящий вы. Ваша душа — это ваш интеллект. Ваша воля и также эмоции. Другими словами, ваш разум. Наконец, вы живете в теле, которое управляется мозгом. Каковы мысли в душе человека, таков и он. От избытка сердца говорят уста. Все, что вы говорите или делаете, — это не случайные, не связанные события. Все исходит из корня. И этот корень — то, что вы посадили в глубинах своего разума. Мы можем быть подавлены токсичным мышлением, когда у нас плохие привычки и плохие мысли, и мы не отпускаем их. Может быть, кто-то изнасиловал вас, кто-то причинил боль, может быть, случилось что-то несправедливое. Иногда мы считаем, что если не разбираемся сами, никто не сможет ничего исправить. Но Бог призывает возложить все свои заботы на Него. «Мы не сможем решить свои проблемы с тем же образом мыслей, с каким создавали их» — Альберт Эйнштейн. 99,9% вашего восприятия жизни основано на том, что вы посадили в своем разуме. Проходя через события и обстоятельства жизни, вы смотрите на них глазами того, что вы посадили внутри своего разума. Мы как будто складываем все токсичные мысли в свой багаж и пытаемся тянуть его за собой. Он всегда при нас, и мы никогда его не отпускаем. Он такой тяжелый, он тяготит нас. Именно это мы делаем, когда храним в своей жизни что-то негативное. Вы храните непрощение, горечь, злобу, разочарование или раздражение, обидчивость или сверхэмоциональность. Чтобы это ни было сверхчувствительность или обидчивость, все это — наш багаж. Этот багаж будет влиять на наше восприятие жизни, потому что он хранится глубоко в вашем подсознании. Мы воспринимаем жизнь сквозь призму воспоминаний из нашего подсознания. Каждый раз, когда какое-то событие или ситуация повторяется, они напоминают нам об этом багаже. Эта мысль идет в сознание и влияет на то, как вы справитесь с этой ситуацией. Не избавившись от него, вы продолжите идти токсичным путем. Таким образом, ваше прошлое меняет ваше настоящее. Библия говорит, и наука подтверждает. Вначале рождается мысль, потом вы видите ее воплощение. Воплощение — это слова, поступки и другие проявления. Сначала мысль, затем воплощение. Об этом говорит Евреям 11.1. Если вы в сложных обстоятельствах, но соединены с Богом, Он выведет вас на верный путь. Ваше подсознание даст сознанию верное решение, но если нет, то негатив сообщит сознанию решение. Понимаете? Это так просто, а мы все осложняем. Куда направлен наш разум, на чем он сфокусирован? Тренируйтесь контролировать мысли, и тогда ни одна из них не пройдет незамеченной. Нет безобидных мыслей. Негативная токсическая мысль наносит вред вашему мозгу. Прежде всего она состоит из поврежденных белков, потому что в нас не предусмотрено белков для негативного мышления. Белки, которые в нас производятся, должны появляться от здоровых решений. Негативные и токсичные решения порождают поврежденные белки. Эти белки группируются, но вместо красивого зеленого дерева они составляют корявое, поврежденное, воспаленное и ужасное на вид дерево. Оно влияет на ток крови, и деятельность мозга кажется неверной. Когда вы смотрите на скан мозга, негативные мысли всегда видно. Я разработала теорию под названием «Теория геодезической обработки информации». Кто хочет повторить? Это прекрасная познавательная научная теория, демонстрирующая то, как работает мозг, как он обрабатывает информацию. Вся моя теория в том, что от избытка сердца говорят уста. Эта теория показывает, как мы обрабатываем информацию в своем мозге, как она становится частью нашего подсознания и корнем того, что мы говорим и делаем. Нам нужно убеждаться в том, что мы насаждаем в свою голову правильные вещи. И если они негативны, избавьтесь от них. Если они в вас, это плохо. Посттравматический стресс, беспокойство, депрессия и тому подобные вещи — это проявление вот этого. Это твердыня врага. Это гора. Из Марка 11.23. Это то, чему нужно повелеть убраться. Смотрите, какова благодать Божья. У нас есть миллиарды и миллиарды различных воспоминаний в голове. Мысли и воспоминания — это одно и то же. Вы строите их. Вы создаете и строите их. Каждую минуту, день за днем, вы создаете ландшафт вашего мозга своим мышлением. Тренировка для мозга. Видите эти пары слов? Вы можете переместить всего одну букву из одного слова в другое, чтобы получить два слова с похожим значением. Сможете это сделать? Вот эти пары слов. Посмотрите на них внимательно. Мы скоро вернемся с ответом. Желаем вам удачи. Вот что происходит в жизни, когда мы строим мысли. Наше мышление, наш разум.